Таджикистан Парламент Таджикистана одобрил передачу серебряного месторождения китайским инвесторам. Китайскую компанию также освободили от уплаты налогов на 7 лет. Об этом сообщает радио ЗАДИ со ссылкой на председателя Госкоминвеста Таджикистана Фаруха Хамрали Зада. Переданное китайцам серебряное месторождение Як-Чилва находится в Мургабском районе в Памирских горах на высоте 4500 метров над уровнем моря. Это самое высокогорное месторождение в стране. По мнению Хамрали Зада, от передачи данного месторождения китайцам Таджикистан должен получить выгоду в виде налоговых поступлений в бюджет. Хотя, согласно договору, первые 7 лет бюджет страны не получит ничего, так как правительство освободило компанию от уплаты налогов и пошлин на ввоз оборудования и техники. Напомним, что это далеко не первое месторождение драгоценных металлов, которое оказалось переданным китайским компаниям. На сегодняшний день десятки золотых месторождений в Таджикистане уже переданы китайским компаниям. Несмотря на возмущение населения, власти страны не обращают внимания на протесты и продолжают передавать принадлежащие народу Таджикистана ресурсы иностранным государствам и их компаниям. В Таджикистане правительственных имамхатыбов обучают пользоваться социальными сетями и мессенджерами для распространения так называемого «умеренного ислама». Об этом пишет Азия+. 2 октября в Ванже стартовал специальный семинар для имамхатыбов района, где более 20 религиозных деятелей обучаются современными средствами коммуникации в сети интернет. Организатором семинара выступило представительство Института по освящению войны и мира IWPR в Таджикистане совместно с Комитетом религии. Как сообщила представитель IWPR в Таджикистане Лола Алимова, это уже далеко не первый подобный семинар. «Мы уже проводили такие тренинги в городах Турсунзаде, Худжанд и Канибадан, где обучили свыше 70 имамхатыбов пользоваться социальными сетями», — сказала она. По словам Алимовой, идею проводить тренинги по соцсетям для имамов предлагали участники встречи тренингов, которые были посвящены предотвращению привлечения молодежи к так называемым экстремистско-террористическим группировкам. «Прохождение семинара поможет имамхатыбам опровергать неправильные призывы или высказывания», — считает она. Почему? Потому что уровень их образования или вообще стратегия их образования так... Корреспондент Хабархо обратился за комментарием к Шахерхону Дамалло из Душанбе. «Использование имамхатыба в мечети для пропаганды в пользу политики режима в Таджикистане практикуется властями как минимум на протяжении последних десяти лет. Но это не приносит ожидаемых результатов, ведь сегодняшняя молодежь черпает информацию в основном из интернета, в том числе и исламские знания в виде лекций, прямых эфиров в формате вопросов и ответов. Ислам же отвергает лицемерие режима, его секуляризм и несправедливость, а также побуждает бороться со всем этим. Такая тенденция очень беспокоит режим, ведь ни для кого не секрет, что в наше время народы некоторых стран восстают против несправедливости своих правителей, и социальные сети играют в этом не последнюю роль. А такие предлоги, как борьба с так называемыми экстремистско-террористическими группировками, это лишь повод для установления более тотального контроля над умами жителей страны, в первую очередь над молодыми людьми. Они, как говорит Аллах в Куране, расходуют свои имущества для того, чтобы сбить других с пути Аллаха. Даля Аллах говорит, они будут расходовать его, а затем будут сожалеть об этом, а вслед за этим они будут повержены. Они будут расходовать. 1 октября в «Людовом Творце Хумо» в Ташкенте состоялся концерт российской певицы Полины Гагариной. Среди пользователей узбекского сегмента соцсети вызвал жаркую дискуссию не сам концерт, а устроенный после него банкет, а именно распущенное поведение дочерей и зятьев президента Шавката Мерзияева, занимающих высокие посты в стране. На распространенной в интернете видеозаписи видны дочери и зятья президента Узбекистана Шавката Мерзияева, которые хором распевают песню «Обезоружено». Напомним, распущенное поведение близких президента Мерзияева, в частности младшего зятя Атабека Умарова, который, кстати, является заместителем главы президентской службы безопасности, попадало в общее обозрение, так, например, в последнее время в социальных сетях распространилось несколько видеозаписей с участием зятя президента Мерзияева, на которых видно, как Атабека Умаров встречает российских спортсменов и блогеров в Узбекистане за счет бюджетных средств, как иностранных министров или президентов, организовывая длинные кортежи на дорогих автомобилях, перекрывая дороги для проезда российских блогеров. Напомним, что аналогичный образ жизни вели дочери президента Каримова, старшая из которых сегодня отбывает срок лишения свободы, которым она была приговорена после смерти своего отца. Махмуд Абдулмумин, узбекский блогер, прокомментировал ситуацию следующим образом. Во-первых, если изучить вопрос о том, на какие средства построена Хума-Арена, то станет ясным, что потраченные на это миллиарды – это деньги народа. Общеизвестно, что в этом здании проводятся различные неприемлемые исламом развлечения. По поводу дочерей и зятьев президента и госчиновников, а именно того, что они тратят огромные средства на развлечения, конечно же, они тратят средства из госбюджета, а не из своих карманов. Это явление стало обыденным для правителей и их приближенных в странах Центральной Азии. Во-вторых, президент почти во всех своих заявлениях громогласно заявляет об исламе и исламской идентичности народа Узбекистана, в то время как в Хуму-Арене женщины в полупрозрачной одежде катаются на льду и распиваются алкогольные напитки. Все это совершенно никак не совместит с исламом. Глубоко противоречит менталитету и обычаям народа нашего региона.